всем привет всем привет мои хорошие машинка я надеюсь ничего трещать не будет у нас вроде как весна вроде как только два градуса на улице на солнышко светит так круто классное настроение еду сейчас вокруг алифа мне подружка одноклассница моя подарила подарочную карту надо поехать отовариться мне надо все все надо не знаю что брать сегодня по плану еще помните готовим не ногу с вами кстати напишите мне из каких городов меня смотрите потому что и даже вот интересно есть ли у вас вот такая рыба как ясь видите я запомнила кто смотрел прошлый влог знает о чем я и водится ли у вас вот такая рыба как минога она конечно похожа на змею дико вкусно очень вкусно я знаю что многие не едят у меня максим страшно любит я положила в морозилку заморозила для того чтобы она уснула и не вылезала из раковины у меня был такой случай это было так смешно я тоже привезла значит миногу с рынка два часа она у меня провела в морозилке я вытащила но довольно много было выложила ее в раковину засыпала солью она у меня как полезла с этой раковины боже как я верещала посмотрите эти змеюки вот так во все стороны а там килограмм полтора было ужас в этот раз такого не будет потому что я уже ее заморозила размораживала в холодильнике она у меня провела 12 часов примерно в морозилке на самом деле сначала думала сразу приготовлю но не рискнула так что готовим сегодня сейчас едем за покупочками а потом приступим к вкусняшкам все кто не хочет мне подарить бриллиантик 10 карат желательно шучу ладно не делал так идем за рахом посмотрим что там еще сходим в оландека потому что в оландека были крутые тортницы но десертницы таки но посмотрим сейчас все посмотрим вместе с вами что-нибудь да выберем обязательно себя по балу ну да это рай а скатерть у нас такой трясаю хочу помнить мне нужны кружечки но это маленькие слишком хотя крутые для кота вообще прикольно маслянки давай как тебе хочу я как раз сегодня купила винишку не поверите если опять наберу бокалов вот выбор кружек для меня для всех всегда самый сложный ну красивая кружечка правда ну лучше что-то вот сейчас Оле какие штучки классные супер я люблю свою корову привезла ее из Италии давайте дальше пойдем ооо товарищи жалом водить я конечно очень люблю прошлась по всем для меня злачным местам бросалось на меня все кроме кружек ну как обычно в общем то скоро в доме не из чего будет чая пить а я все никак не выберу не знаю с каких пор появился у меня дикий фетиш на бокалы но да мимо них пройти не могу в итоге даже подумала о том чтобы купить новую кастрюлю или сковородку хотя вроде всего достаточно выбор сделать очень сложно кстати посмотрите какая прекрасная тортница и о ней тоже думала стояла над ней как над душой так ничего и не придумала в общем одним словом ну знаете Олюшка задала мне конечно задачу что выбрать когда хочется все ой какие коляски вы прикиньте какая я ворона в общем я иду за араховом обратно и помните мне понравилась там масленочка посмотрю еще жалом повожу что-нибудь да выберу и обязательно с вами поделюсь друзья раз два кое-что третье покажу вам уже дома берем я счастлива вы знаете по пути домой вот ехала и думала интересно все таки мы появляемся в жизни друг друга сами того не подозревая наполняем нашей жизни смыслом опытом какими-то эмоциями и оставляем что интересно огромный след в жизни каждого из нас жизнь настолько многогранна не перестаю удивляться и благодарить господи спасибо жить интересно скатерть которая будет жить со мной всю жизнь это сатин это хлопок очень нежный такой прям мягенький беленькую взяла Олюшка спасибо тебе больше все праздники с нами беленькую потому что беленькую легче за ней легче ухаживать любое пятно прокипятил в принципе и удалил да мерный стаканчик вот такой вот видите там есть рисочки я мерный стаканчик использую обычно для того чтобы делать какие-то блинчики что-то взбивать блендером у меня было несколько стаканчиков стеклянных и я покупала в икее но они бьются очень быстро одно неловкое движение поэтому вот такой вот мерный стакан большой в нем будет удобно взбивать коктейли и все что угодно и маслёночка Олечка как я рада как мне нравится на наш огромный стол он этот скатерть тоже подойдет потому что таких будет две просто две рядышком и прекрасно он у нас настолько большой что одну огромную скатерть подыскать сложно так что Олюшка ты теперь будешь с нами все праздники спасибо еще раз ладно будем начинать готовить кушать макс голодный я бегом заехала еще за рисом жарим миногу готовим миногу жарим крылышки и сварю рис сделаю салатик быстренько пообедаем через час мне уже нужно убегать за евы вести ее на танцы вот так вот день быстро проходит Таня поменьше бла-бла берись за дело уже срочно пора опробовать новую кружку мерную засыпаю рисик кстати купила в магазине пепка вот такие закрывашки очень удобная вещь никакие крупы не рассыпаются упаковка стоит порядка одного евро их очень много штучек там больше меньше размеров весьма советую высыпаю рис в сотейник и заливаю холодной водой воды ровно в два раза больше чем риса естественно рис я солю и закрываю крышкой варю на среднем огне после закипания минут 15-20 зависит от риса и вот в самом конце когда рис уже готов вы его попробуйте стоит под крышечку отправить салфетку для того чтобы ушла лишняя влага рис готов для тех кто не ест миногу сегодня рецепт куриных крылышек быстренько меня кстати часто спрашивают мою ли я продукты перед тем как их термически обрабатывать безусловно мою неизвестно кто их руками трогал поэтому даже не подойду к продукту прежде чем его не вымою крылышки отправляем на плиту сковорода у меня холодная и теперь поливаем маслицем растительным сегодня я покупала эту масленку именно для растительного масла так как оливковое хочу отправить также в масленку но прозрачную стеклянную выбираю сейчас специи достала два вида паприки использовать буду копченую паприку но это не обязательно сладкая паприка также подойдет и сухой чеснок он может быть двух видов в гранулах и также в виде порошка сегодня буду использовать именно порошок чеснока так он не будет гореть на сковороде черный молотый перец или смесь перцев кому как пожелается также соль по вкусу делаем хороший массаж нашей курочки пускай немножко под маринуется и будем обжаривать огонь у меня выше среднего из девяти семерочка обжариваю всегда под крышкой за минут 15-20 курочка полностью дойдет до готовности и прекрасно зарумянится в это время в самый раз добавить лимонный сок примерно две столовые ложечки и одну чайную ложку сахара совсем не стоит бояться сахара он отбалансирует вкус корочки нашей курочки хорошенько и и повернем с одной стороны на другую для того чтобы вкус распространился равномерно и доведем до полной готовности еще две-три минуты ну максимум наконец-то мы добрались доме ноги самые терпеливые для вас спец рецепт ух какая интересная рыбка для латвийца она особенно я хочу вам рассказать длина ее бывает до метра у меня такой не к самый крупный вариант между прочим почему я заметила что для латвийца это рыбка особенная потому что в наших традициях отмечать найдю светки или в переводе праздник миноги отмечается этот праздник как правило в начале августа в небольшом городке который называется царниково что недалеко от риги там торжественно открывается ярмарка в честь начала сезона ловли той самой миноги ее же жарят на кострах в мангалах в печах и продают людям а люди с удовольствием выстраиваются в огромные длинные очереди потому что в это время минога особенно вкусная что же до ее приготовления стоит засыпать миногу в первую очередь большим количеством соли для того чтобы обтереть ту самую слизь которая есть на поверхности рыбки таким образом ее гораздо проще снять рыбка подготовлена теперь отрезаю голову и хорошенько промываю стараюсь продавить пузико чтобы удалить лишнюю кровь это делать совсем не обязательно вообще-то рыбку эту готовит целиком со всей головой но честно говоря мне ее вид не очень поэтому я все-таки отрезаю и приступим к приготовлению совсем совсем немного масла отправляю на дно своей сковородке для того чтобы масло на ней было очень очень тонким слоем под солевую рыбку и отправляю на сковородку обжариваться с двух сторон после чего добавляю лавровый листочек и готовлю особенную заливочку самый распространенный вариант миноги который можно найти в магазинах на рынках это минога тушеная в черном чае делаем заварку средней крепости заливаем миногу небольшим количеством и тушим приблизительно часик у меня на это уйдет после чего рыбку стоило бы отправить в холодильник отдыхать желироваться но у нас времени нету поэтому мы съедим ее и без желе максим уж больно ждет так быстренько убираемся и кушать все же голодные а не много курочка все будет ой у нас все как всегда все бегом вот только что вернулись тренировок и очень хотим кушать все голодные рис и курочку я завернула в одеяло поэтому у меня все тепленькое садимся кушать это рыбка называется минога ну что ж друзья наш выпуск подошел к концу ужин как видите удался да дети счастливые довольны я что сама вкусно это прям отлично было мы вас крепко обнимаем и совсем скоро увидимся надолго не прощаемся пока и взгляни и и Продолжение следует...